добрый день хотелось бы поделиться ближайшими планами по развитию приложения ашами каскада на ближайший скажем так месяц с нового года google предупредил всех разработчиков приложений о том что использование своих приложениях работу с sms практически прекращается до остается формально возможность обратиться google и попросить разрешение на использование библиотек работающих с sms но опыт показывает что такие разрешения практически никто не получает поэтому google с 1 января заблокировал все приложения которые могут работать с sms и поэтому в данный момент времени пока нету бесплатной версии на google play что еще какие нововведения требует вернее google в на этот год спустя уже наверно года три google сейчас обновляет требует от приложений обновить все библиотеки которые используют приложения таким образом что базовые android был там 8 версии это не означает что они будут работать с 5 но как бы библиотеки нужно теперь использовать только эти новые библиотеки и со временем как говорит google там ближе к осени опять же все приложения которые размещены на google play и не обновят свои библиотеки будут также удалены и заблокированы поэтому это подвергло ну побудила нас во первых и побудила нас на большую работу связи с изменениями требования google как владельца google play изменить внести большие изменения в приложении ашима каскада и ска мы видим дальнейшее развитие следующим образом то есть для тех кто любит качать с google play на google play на google play будет размещена версия причем эта версия будет как стать двух вариантах бесплатная как и платная версия который можно доплатив заплатив определенную сумму ну ясно что она тебе будет стоит дороже на google play ну цену пока мы еще не окончательно не утвердили то есть если поработав на бесплатной версии вас не заинтересует платная можно всегда доплатить в google и скачать уже обновиться до платной версии таким образом по внешнему интерфейсу дизайна мы его ничего не меняем будет выглядеть одинаково что бесплатная что платная версии то есть со всем функционалом то есть бесплатной версии будет лишь одно ограничение это по количеству используемых компонентов как общее количество которых мы еще пока не также не определили сколько это будет компонентов ну то есть для простых проектов где там несколько лампочек кнопочек индикаторов вполне будет достаточно бесплатной версии если же вы хотите использовать более сложные проекты то придется доплачивать из загружать с google play полную версию то есть внешне не отличаться ничем не будут только количеством используемых компонентов то есть бесплатной версии количество будет ограничено причем общее количество то есть компоненты вы можете использовать в проекте в одном любую любые компоненты здесь без ограничений идет но количество их будет ограничено в платной версии же все будет полностью доступно теперь как мы решили поступить с sms мы решили на первом этапе сделать следующим образом сами компоненты мы не сами компоненты входящие и исходящие sms мы не удаляем из приложения но они просто не будут работать версиях скачанных с google play то есть там не будет никаких разрешений и прочих там вещей то есть одним образом то есть для google play и для пользователей это будет просто значки они не будут работать в проектах как мы видим решение мы будем разработаем специальное приложение небольшое которое будет работать фоновом режиме и достаточно будет например бесплатное приложение скачать его с сайта из раздела download запустить его она будет работать фоновом режиме и тогда при использовании каскады вот эти компоненты как бы оживут для пользователей потому что естественно google может накладывать ограничения только на те приложения которые размещаются через google play но все что размещается и вне этой площадке торговые никто не запрещает и не сможет ограничить возможности приложения поэтому останется старый вариант для пользователей это скачивание но новой версии каскады по-прежнему сайта да здесь нужно будет самостоятельно смотреть новости смотреть видео и по мере выходов обновлять самостоятельно но данная версия будет дешевле чем с google play вот но появится возможность автоматически уже обновление для того кого для колды для тех кому важно так сказать сервис удобство может и имеет на это средство дополнительные могут пользоваться услугами google play для тех же кого финансы ограничены могут по-прежнему пользоваться версии скачаны с сайта значит работа уже по обновлению библиотек начаты думаю где-то к середине марта уже будет новая версия которая будет размещена и на google play и на сайте но здесь сразу хочу предупредить что предстоит какое-то время большая работа по тестирование этой новой версии выявление возможных багов потому что но очень большие пришлось много переделывать потратили потому что от месяц времени на обновление на тестирование но приложение очень большое поэтому без помощи пользователей естественно не обойтись особенно если это нужно сделать оперативно то есть нужно будет тестировать выявлять баги но за нами так сказать мы никогда долго не затягиваем если будет обнаружен баг мой будет всегда стараемся оперативно его исправить поэтому предстоит небольшая работа совместная пользователей разработчиков по тестированию новой обновленной версии о шуме каскады ну она обновлена не столько по функционалу сколько по тем библиотекам которые используют данное приложение что касается самого функционала каскады то в ближайших планах это создание компонента назовем его так условно web viewer то есть это внутри каскады приложения будет компонент который фактически по существу представляет собой браузер с какими-то ограничениями естественно потому что сейчас появляется есть устройство которое имеет веб-интерфейс и тогда в принципе зайдя через браузер на страницу этого устройства можно оттуда осуществлять управление поэтому такая возможность появится также и в каскаде то есть не выходя из приложения на каком-то экране вы размещаете этот компонент web viewer и вам становится доступна веб-страница какого-то устройства или какого-то сервиса то есть возможно то есть если только это сервис там погоды или еще чего-то вы забили его имя в браузере и тогда пожалуйста у вас на отдельном экране всегда будет информация ту которую хотите получить с данного сайта вот пожалуй все новые введения на ближайший месяц спасибо за внимание следите за обновлениями и помогайте тестирование на первое время не исключаем возможность что возможно извиняюсь совсем забыл сказать что скорее всего механизм активации будет убран в связи с тем что версия платная будет идти через google play поэтому как таковых ключей уже не будет вот но не исключается возможность вот о чем я хотел и сказать что при скачивании новых версий из сайта какое-то первое время для тестирования полная версия будет предоставляться так же бесплатно в течение небольшого времени но это связано с выявлением неисправности багов возможных может получиться так что таких их будет количество минимальное на этом все спасибо тем кто смотрел слушал обзор до встречи как говорят в эфире